Здравствуйте! Это канал Доктор Мамонтов, канал о здоровье костей и суставов, канал об образе жизни. Сегодня я вам покажу очень простое упражнение, которое будет избавлять вас от кашля. Это в конце ролика, а вначале я расскажу о кашле вообще. Кашель это безусловный рефлекс, врожденный, который дан человеку для защитной реакции. Как он работает? У человека во всех дыхательных путях имеются рецепторы. Это полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи, затем плевра. Рецепторы имеются в наружном слуховом проходе, в области диафрагмы и в области пищевода. То есть очень много различных секторов, которые раздражаются по различным причинам. И это вызывает кашлевой рефлекс. Как он работает? Вот идет раздражитель какой-то, затем сигнал поступает в головной мозг, где находится кашлевой центр, а он находится в продолговатом мозге. Там идет переработка этих импульсов и обратно идет сигнал, уже эфферентный сигнал на дыхательную мускулатуру. У нас напрягаются дыхательные мышцы, это диафрагма, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса. Повышается внутри брюшное давление, внутри грудное давление. И мы делаем резкий выдох или резкий кашель получается. И кашлевым рефлексом руководит головной мозг, кора головного мозга. А это значит, что кашлевым рефлексом можно как-то руководить, можно его сдерживать и переводить в какую-то другую позицию. Так вот, это упражнение, о котором сейчас я скажу, оно будет заменять кашель на дыхание. Еще хочу сказать, что печень для кашля очень много, называть их сейчас не буду. А в основном я хочу акцентировать внимание на кашле, который возникает там, когда вы находитесь среди людей, например. На концерте, на собрании, в общественном транспорте. Вот возникает чувство, неотвратимое кашля, человек начинает кашлять, задыхается. Вот как погасить вот этот внезапно возникший кашель, применяя это простое упражнение. Итак, у вас возникло желание кашля. Вот вы чувствуете, прямо сейчас начнете кашлять и напугаете всех окружающих вас людей, которые находятся вместе с вами на концерте, в театре или в транспорте. Делаем спокойный вдох через нос, ладонь сгибаем в кулак и делаем продолжительный выдох через отверстие в кулаке. Причем делаем продолжительный выдох до самого конца. Мы можем менять вот это вот отверстие, делать его больше или меньше. Еще раз повторим. Если у вас возникло неотвратимое чувство кашля, делаем спокойный вдох через нос, глубокий. В кулачок держим руку и выдуваем продолжительно в кулачок. До самого конца нужно сделать несколько таких упражнений. И это избавит вас от надсадного кашля, когда вы находитесь в окружении других людей. Это же упражнение, выдох продолжительный в кулак, необходимо применять тогда, когда у вас тахикардия, частый пульс, тогда, когда у вас высокое давление и тогда, когда у вас имеются различные виды аритмии. Если понравилось вам это видео, поставьте лайки, поделитесь этим видео со своими родными, друзьями, близкими, родственниками. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, также подписывайтесь на мой Telegram-канал, где я пишу, даю какие-то письменные рекомендации, отвечаю на вопросы ваши по пятницам. Также читайте, скачивайте, прослушивайте мои книги. Ссылка на книжки дана тоже под этим видео. Поделитесь этим видео со своими родными, друзьями, близкими, родственниками. Всего вам доброго, до свидания и будьте здоровы!